Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 25 тура Ла Лиги Вильяреал Атлетика. Встречаются шестая и первая команды текущего сезона. Очные матчи. В последних десятиочных матчах команды шесть раз играли на обе забьют нет и семь раз на тотал меньше. У Атлетика две победы, у Вильяреала три при пяти ничьих. В последних пяти матчах на поле Вильяреала матрасники не побеждали. Последние два очных матча на Лас и Рамика закончились ничьими. Статистика команд. Вильяреал в последних десяти матчах имеет три победы, шесть ничьих, одно поражение. Атлетика в последних десяти матчах имеет пять побед, две ничьих, три поражения. Вильяреал не проигрывает три последних матча. Атлетика без побед в трех последних матчах, все они были на тотал меньше. В минувшем туре Вильяреал сыграл 1-1 с Бильбао. Хозяева куда больше атаковали, но пропустили гол первыми и вынуждены были отыгрываться. Во втором тайме Бильбао имел пару очень хороших моментов, чтобы забить и второй гол. Но Вильяреал в этом сезоне не любит проигрывать, как, впрочем, и выигрывать. Атлетика проиграл Леванты 0-2. Матрасники ударили 28 раз по воротам гостей, но не забили ни одного гола. Леванта один раз попал в створ ворот матрасников и выиграл 2-0. Иногда и такое случается в футболе. Первый гол гости забили в результате двойного рикошета от защитников Атлетика, второй гол как в хоккее, в пустые ворота на 90 плюс второй минуте матча. В очном матче первого круга была ничья 0-0. В Лиге чемпионов матрасники проиграли дома Челси 0-1. Вильяреал выиграл второй матч у Зальцбурга 2-1 и теперь будет играть с киевским Динамо. Атлетика в четырех последних играх в Ла Лиге потерял 7 очков и близко подпустил своих преследователей. Теперь в очных матчах Атлетика может упустить свое преимущество. Игра очень важна для гостей в первую очередь в плане борьбы за чемпионство. Однако нюанс заключается в том, что Мадрид очень неудачно в последнее время играет в выездные матчи с Вильяреалом. Буки дают очень низкий коэффициент на низовой матч и фаворитам ставят гостей, считая, что матч будет нулевым. Проще говоря, они голосуют за условный счет 0-1. Вильяреал в этом сезоне играет аномально много ничьих, более 50% от общего количества всех матчей. В последних шести матчах в Ла Лиге Вильяреал пять раз играл в ничью. В последних десятиочных матчах Вильяреал и Атлетика чередуют ничьи и победу одной из команд. На очереди стоит победа одной из команд. Из связки ставок TotalMenshue обезобьет нет победа гостей. Самый высокий коэффициент стоит на победу гостей 2-43. На обезобьет нет 1-75, на TotalMenshue обезобьет нет. Пожалуй, самой ожидаемой ставкой можно признать победу гостей с фуры 0 за 1-68. Вряд ли Атлетика допустит поражение во втором кряду матчей в Ла Лиге. Брать очевидные на первый взгляд ставки на TotalMenshue обезобьет нет не очень хочется по причине низких коэффициентов. Можно рискнуть сыграть на чистую победу Атлетика за 2-43. По ходу дела матрасники должны бы выиграть этот матч. Однако у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok